Дождались? Посмотрите на это! Биткоин прямо сейчас вырвался из этого изнуряющего 877-дневного медвежьего рынка, который тянется еще с тех пор, когда главная криптовалюта достигла исторического пика в почти 20 тысяч долларов. Является ли это началом огромного и взрывного роста биткоина в 2020 году? Или же это просто большая бычья ловушка, после которой биткоин пойдет искать новые низы? Сегодня я расскажу вам о своих конкретных ценовых целях для биткоина для немедленной краткосрочной перспективы. Не часто я таким делюсь, потому что если что, то я останусь виноват. Также мы поговорим о миллиардаре Поле Тьюдере Джонсе, который всего 6 часов назад купил биткоин прямо перед самим пампом. Он объявил, что покупает биткоин, чтобы обезопаситься от инфляции. Вы просто посмотрите, сколько у него собственного капитала. Более 5 миллиардов долларов, и это если не учитывать хедж-фонды, которыми он управляет. Все это в сегодняшнем видео. Так что убедитесь, что вам ничего не мешает смотреть этот выпуск. Также удостоверьтесь, что вы поставили лайк под это видео. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков. Я слежу за рынком всю ночь, почти не сомкнул глаз. Думаю, это достойно лайка. Друзья, меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать на одноменный канал. И как всегда, мы переходим прямо к контенту. Здесь, на дневном графике биткоина, мы видим, как солидная свеча диапазоном практически в 1000 долларов пробила эту грандиозную нисходящую линию, которая тянется еще и с декабря 2017 года, когда биткоин оценивался приблизительно в 20 тысяч долларов. Мы также замечаем, что биткоин касался этой глобальной нисходящей почти трехлетней линии несколько раз. Конечно же здесь, затем вот здесь, когда биткоин пробивался к 14 тысячам долларам и после этого почти незамедлительно снова тестировал нисходящий тренд. Затем, совсем недавно это произошло перед самым коронавирусным кризисом, который затронул все секторы экономики, в том числе и биткоин, который просел на 3800 долларов. И теперь снова очередная попытка преодолеть глобальный нисходящий тренд всего за 3 с чем-то дня до халвинга. Похоже, она наконец-таки успешна. Однако, я должен подчеркнуть несколько важных вещей, потому что если мы посмотрим вот на эту попытку, когда биткоин пробился до 14 тысяч долларов, мы тоже видим, что цена биткоина была очень близка к тому, чтобы наконец оторваться от глобальной нисходящей линии. Также и вторая попытка после этого потерпела неудачу, после чего цена биткоина покатилась вниз. Так что сейчас критически важно наблюдать именно дневные и недельные свечи. Не только дневную свечу, которая скоро закроется, но и недельную тоже обязательно. Недельная закроется в воскресенье, поэтому сегодняшний день очень-очень важен. Сейчас вы можете видеть, что биткоин торгуется выше глобального нисходящего тренда в коем-то веке. В каком-то из этих двух видео я говорил о своей цели в 10 с половиной тысяч долларов. Вы помните, я рассказывал вам тогда о паттерне Bump and Run, целью которого и были 10 с половиной тысяч долларов за монету. Это до сих пор та самая цель, на которую я ориентируюсь прямо сейчас. На этом уровне я буду фиксировать часть того, что я купил 27 февраля. Но я не собираюсь выходить полностью, конечно, даже если мы достигнем этих 10 с половиной тысяч, потому что есть множество других целей, на которые стоит ориентироваться. Ну, кроме 100 тысяч долларов, которые я когда-то ожидаю видеть. Прежде всего, давайте перейдем на 4-х часовой график, чтобы понять, на какие цели я настроен после достижения 10 тысяч. Давайте нарисуем здесь симметричный треугольник. Не совсем он ровный у меня получился. У меня сейчас 6 часов утра, и мне безумно хочется спать, поэтому времени не так уж и много. Это действительно срочный выпуск. Есть такое правило, что из таких треугольников цена растет на его высоту. Не сильно я удачно это все нарисовал, по идее цель должна была быть изначально 10 тысяч 200 долларов. Кстати говоря, выглядит так, будто мы вот-вот достигнем этой цели. Давайте посмотрим также объемы уже на дневном графике. На самом деле он не такой ошеломляющий, каким бы я хотел его видеть. Но очень хороший знак заключается в том, что свеча объема вырвалась из вот этой нисходящей формации, которая сформировалась после мартовского обвала. Хотелось бы и сегодня, в пятницу, увидеть такую же большую свечу, чтобы убедиться в том, что этот прорыв цены действительно значительный настолько, чтобы не вернуться обратно в нисходящий тренд по закрытию недельной свечи в воскресенье. Также, если мы посмотрим на профиль объема по биткоину, мы увидим, что биткоин преодолел целую пачку сопротивлений. И следующее серьезное сопротивление находится на цене 10400 долларов, что почти совпадает с моей целью по паттерну Bump and Run в 10500 долларов, о чем я говорил раньше. Какой сюрприз, не правда ли? Но есть еще кое-что куда интереснее. Если мы нарисуем от верхнего локального экстремума до нижнего сетку Fibonacci, то увидим, что золотое сечение как раз попадает на уровень 10400 долларов, где по профилю объема и находится следующее серьезное сопротивление. Так что, если биткоин перейдет через это золотое сечение, укрепится над ним и подтвердит это пробитие, то следующая цель будет на уровне 11785 долларов. Это уровень Fibonacci 0.786. Это практически совпадает с гэпом на CME и фьючерсах. Просто невероятные совпадения. Я хочу узнать у вас, сможет ли биткоин, по вашему мнению, преодолеть 10500 до халвинга, который будет уже через 3 с чем-то дня? Проголосуйте в опросе, который сейчас появится в верхнем правом углу экрана и напишите комментарий обязательно. Это будет очень интересно. А тем временем, прямо на моих глазах биткоин лезет к 10 тысячам долларов. Жаль мне нельзя шампанское, но такое видеть очень приятно глазам холдера, стоит признаться. Ну и, конечно же, просто взрывные новости от Пола Тюдера Джонса. Миллиардер, инвестор, управляющий хедж-фондами. И чем только этот дядя не занимается, этот человек-легенда. Миллиардер Пол Тюдер Джонс покупает биткоин для защиты от инфляции. Это просто безумие, ребята. Вы просто вдумайтесь. Этот человек представитель тех, кого мы называем умные деньги. Многих ли из этого клуба вы знаете, чтобы они вот так просто вышли и публично объявили о таких своих решениях? Нет, они всегда все делают молча. Но не Тюдер Джонс. Он выходит и говорит, что я буду покупать биткоин, и я купил биткоин. И биткоин от этого просто взрывается. Более того, он говорит, что биткоин сегодня напоминает ему золото в 70-х годах прошлого века. Это в том числе очень важно, потому что в его фонде множество миллионеров и миллиардеров, которые следуют его советам. Ведь он является управляющим огромным хедж-фондом. Конечно, это не единственная причина этого пампа, но точно не самая последняя. На краткосрочной перспективе это большая поддержка для покупателя. На этом все, сказал бы я, но нет. Если вы хотите купить или продать биткоин, я могу вам помочь с этим. С помощью своего собственного сервиса exchange-sumo.com. Просто огромный выбор криптовалют к вашим услугам. Ни один агрегатор обменников не предложит вам такой же широкий ассортимент, как я. Рекомендованные моим мониторингом обменники я обозначил большим зеленым пальцем. Это означает быстрый обмен, повышенный кэшбэк, оперативную поддержку и самое главное, гарантию сделок суммой до 300 долларов лично от моего сервиса. Поддержи богатейшего Ди, пользуйся exchange-sumo.com. Ссылка в описании. Теперь точно все. Меня зовут богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. Я пошел спать. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok